Масленичный поезд Масленичный поезд отправился от главной сцены вокруг Пушкинской поляны. В пути несколько остановок, чтобы проводы весны прошли ярче и веселее. Организаторам удалось собрать несколько десятков коллективов со всего Одинцовского округа. Представлены ярмарки, аниматоры, всевозможные мастер-классы. Качели, карусели и наши коллективы. Вот сейчас на сцене выступают Захаровский, Назарьевский, Звенигород. Путешествие во времени легко. На Пушкинской поляне все как в старину. Смельчаки покоряют масленичный столб. Силачи воюют на бревне. Итак, пробуем свою богатырскую силушку. Все-таки рубить капусту – дело женское, хоть и не сабли. Итак, пять оборотов и вперед. А участие? Так. А кто приценится изначально? Капуста для тех, кто посильнее. Для сомневающихся в своих силах – яблоко. Впрочем, с задачей справлялись даже малыши. Конечно, под чутким руководством инструкторов. А прямо по соседству можно было овладеть древним промыслом. Горн, мехи и стекло – все, что надо для изготовления бусины. Спицу мы подготовили. После этого берем стекло. В горне мы разогреваем стекло и навиваем его на спицу на нашу. В этом году кульминацией масленичных гуляний на Пушкинской поляне стало не взятие снежного городка и сжигание чучела, а концерт Надежды Бабкиной. Вот уже второй год жители Одинцовского округа встречают весну под песни народной артистки России. Традиции наши многообразные, они очень яркие. И проходить мимо них нельзя, потому что это основа нашего государства, основа каждого человека. Потому что генетическая память – это наша основная составляющая. А отсюда мы умеем радоваться, торжествовать, веселиться. Но погрустить, конечно, не без этого. Масленичные гуляния в Захарово пришлись по душе и взрослым, и детям. Не остались в стороне и Одинцовские единороссы. Мне кажется, масленица в Захарово – одна из самых лучших в Подмосковье. И поэтому, конечно, каждый год сюда приходят много жителей нашего округа, приходит много гостей, приезжает с детьми, ходят, гуляют. Встреча весны состоялась. И хотя зима пыталась снегопадом и ветром заморозить гостей праздника, прогнозы синоптиков для нее неутешительны. В четверг, 5 марта, воздух прогреется до плюс 12 градусов. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok